Всем привет! С вами санскриптолог Рыбаков Алексей. И из этого видео вы узнаете, как легко, эффективно, правильно и быстро следует изучать иностранные языки. Я закончил филологический факультет МГУ. Я уже более 10 лет преподаю санскрипт. Сам я изучал английский язык, персидский, древнеперсидский, авистийский, сербский. Сейчас экспериментирую с немецким языком. То есть у меня есть достаточно большой опыт как преподавания различных языков, так и самостоятельного изучения. И собрав это все воедино, я хотел бы с вами поделиться разными секретами, хитростями и в целом мировоззрением, которое у вас должно быть для того, чтобы вы открыли для себя мир новых языков. Готовясь к этому видео, я делал список того, какие вещи я хотел бы рассказать. Их получилось очень много, поэтому я разобью, сделаю не одно видео, а серию видео. И в этой серии в первой я поговорю о том, о каких-то самых широких общих вещах, скажем так, более стратегических. А дальше в последующих сериях мы будем уже более конкретные вещи, мелкие инструменты обсуждать. Итак, сегодня в видео я хотел бы обсудить три вещи. В первую очередь по поводу школьного изучения. То есть на самом деле у многих людей, современных русскоязычных, получивших, словно говоря, советское образование, есть негативный опыт изучения единственного языка, английского языка, и что об этом нужно знать. Самое важное понимать, что ваше прошлое не равно вашему будущему. То есть если вы в чем-то один раз потерпели неудачу, это не значит, что не нужно пробовать еще и еще. Во-вторых, что касается школьного обучения, мы все были дети. То есть дети не несут полноценную ответственность за свою жизнь. То есть если ребенок совершит преступление, он понесет гораздо меньше ответственности на наказание, чем если то же самое преступление совершит взрослый человек. Потому что за детьми следят их родители, учителя, и, соответственно, то, что вы не выучили, если вы не выучили в школе английский язык, допустим, то на этом это ответственность не вас, это ответственность ваших преподавателей, ну, может быть, отчасти ваших родителей. То есть дети, да, мы еще, ну, когда мы были детьми, мы не могли полноценно воспринимать мир, мы еще не знали его во всей полноте Естественно, мы не могли полноценно нести ответственность за наше обучение Но сейчас, если вы уже взрослый человек, соответственно, вы уже можете нести за свою жизнь полноценную ответственность И взять в свои руки изучение любого языка Поэтому то, что было в детстве, в школе, это все забудьте, если это является для вас негативным опытом То есть вы сейчас можете начать совершенно с чистого листа изучение любого языка, хоть того же самого, что был в школе Например, английского, хоть совершенно нового для вас Это будет для вас совершенно новый опыт, совершенно не похожий на то, что было в школе Просто потому, что вы сейчас взрослый человек Если вы принимаете решение начать изучение того или иного языка, то вы неизбежно получите результат, если будете полноценно заниматься И из этого вытекает второй аспект Что нужно знать в целом? Понимать, когда вы изучаете язык, вы должны принять решение Что вы будете изучать тот или иной язык, вы будете на нем говорить Ну, если мы говорим про живые языки Или вы будете полноценно его использовать и читать на нем, если мы говорим про языки Типа санскрита, которые считаются мертвыми языками То есть если вы ночью лежали, вдруг вам идея пришла в голову выучить английский язык Или испанский, или японский И реально вам в жизни это особо не нужно То маловероятно, что у вас что-то серьезно получится Конечно, тоже получится, если у вас есть много свободного времени И вы будете регулярно заниматься, это любой язык Вы изучите, в этом нет никаких сомнений Но, тем не менее, у вас должно быть зачем У вас должно быть зачем То есть вы должны сами для себя решить полноценно Почему вы хотите выучить тот или иной язык Как изменится ваша жизнь, когда вы будете этим языком полноценно владеть И тогда, взвесив все за и против Поняв все эти бонусы, все эти возможности, которые откроются перед вами Когда вы овладеете языком, который вы выбираете Вы поймете, что это да, нужно, вы хотите иметь эти возможности После этого вы принимаете решение Вы принимаете решение Я буду изучать, я выучу этот язык То есть на самом деле у всех у нас, у людей мозги примерно одинаковые То есть понятно, что с годами у каких-то людей специализация растет в каких-то определенных областях Но в целом, да, у нас в головах плюс-минус У всех людей одинаково И поэтому каждый человек может изучить любой язык Если этот язык изучают другие люди Соответственно, у вас тоже неизбежно получится То есть это даже не вопрос, получится у вас или не получится Если вы выделите нужное количество времени Это всегда много времени на изучение того или иного языка И если вы будете регулярно заниматься по адекватной методике То у вас неизбежно все получится То есть тут даже этот вопрос не стоит Просто вы должны принять решение Что вы будете двигаться в этом направлении Вы хотите достичь эту цель Вы хотите обладеть определенным языком То есть это второй пункт Что нужно понимать Что вы должны принять решение И при этом вы должны для себя понять Почему вы хотите изучать То есть вы должны записать Что вы хотите Почему вы хотите изучить тот или иной язык Вас это действительно должно мотивировать Это второй пункт И третий пункт То, что я называю стилем жизни То есть представьте, что Вы уже выучили этот язык Вот вы только что закончили Самый, не знаю, С2 какого-то языка курс И что вы будете делать дальше Как вы будете жить Какой стиль жизни у вас будет Чтобы вы не забыли То, что вы выучили Потому что изучение любого языка Во многом Это не только стремление выучить что-то новое Это не забыть то, что вы уже выучили Это касается любого человека Мы все, когда говорим по-русски Ну, на родном нам языке Мы что-то говорим, говорим, говорим И забываем какое-то слово То есть это состояние на всем Естественно, что в родном языке Мы даже иногда какое-то слово забываем То есть родном Почему это важно? Потому что мы его постоянно используем То есть даже в самом нашем основном языке У нас бывают моменты Когда мы забываем какое-то слово Естественно, такие же ситуации С гораздо большей частотой Будут возникать в тех языках Которыми мы пользуемся меньше Соответственно Самое главное Это не только программы Грамотные программы изучения Но также очень важно Как вы будете использовать То есть вот если вы уже выучили язык Как вы должны жить Какой стиль жизни у вас должен быть Какие активности у вас должны быть Ежедневные Или еженедельные Или ежемесячно Чтобы вы не забыли Чтобы вы сохранили То есть представьте Что вы уже владели этим уровнем Очень хорошим И как вы должны жить Как вы должны минимально его использовать В повседневной жизни Выученный вам язык Чтобы его не забыть Чтобы он не начал забываться Ответьте себе на этот вопрос Тоже пофантазируйте Опять же, да, то есть это сопрягается с тем Что мы говорили во втором пункте Что как изменится ваша жизнь И какие бонусы вы получите Когда вы изучите язык Какие возможности перед вами откроются Представьте, что эти возможности у вас уже есть Ну понятно, что какие-то возможности Невозможно так представить Их можно реализовать Только когда вы действительно выучили язык Но многие вещи, да, многие возможности У вас полноценно будут, когда вы уучите язык Они могут быть и сейчас использованы Пусть и в меньшей мере То есть выберите себе тот стиль жизни Который минимально необходим Хотя бы для поддержания владения Того или иного языка Это гораздо важнее Именно самого процесса обучения Вот эти три вещи Я хотел с вами обсудить сегодня В этом первом видео То есть первый пункт Это то, что забудьте любой свой негативный опыт Связанный с изучением языков Если у вас нет медицинских подтвержденных Физиологических расстройств Нервной системы Вы неизбежно можете выучить Абсолютно любой иностранный язык Который могут учить другие люди И вот здесь не играет никакой роли Второй пункт Это вы должны выписать для себя Все возможности Которые перед вами откроются Когда вы учите язык Вы должны прочувствовать Что вы действительно хотите Обладать этими возможностями И вы должны принять решение Что да Вы овладеете этим языком Хорошо бы, конечно, при этом Еще какую-то дату поставить В течение двух лет, допустим В течение полугода Зависит от ваших амбиций Но вы должны хотя бы Принять решение Что вы точно Примерно к какой-то дате Овладеете определенным языком Второй пункт И третий пункт Вы должны продумать Какой должен быть у вас стиль жизни Какие у вас должны быть активности В повседневной жизни Чтобы не потерять Высокий уровень владения языком Когда вы этого уровня достигнете Вот эти три вещи Обдумайте их Сделайте задание Второго и третьего пунктов И пишите все ваши вопросы В комментариях Я буду делать серию видео На эту тему У меня есть очень много еще Полезной информации Которую я хочу с вами поделиться На тему изучения языков Поскольку опыт у меня достаточно большой Ну и плюс те аспекты Которые лично вас интересуют Задавайте вопросы в комментариях И действительно важные, интересные вещи Я постараюсь включить в следующее видео На этом все С вами был Рыбаков Алексей Санскриптолог Успехов вам в изучении любых языков Будем грамотны До свидания